От чего зависит успех в сетевом маркетинге? О секретах предпринимательского мышления в сетевом маркетинге. Как нужно мыслить, чтобы построить огромную организацию? Я поделюсь именно своими наработками, своими секретами, которым пришел за 15 лет успешной работы в этом бизнесе. И представьте, многолюдная улица, идет поток людей в одну сторону, а вам нужно совершенно в противоположное. И всего несколько человек из этого потока идут вместе с вами. Конечно же люди, которые окружают вас чаще всего, а предприниматели это один из двухсот, конечно люди, которые нас окружают, нас не понимают. Они не понимают, как мы мыслим, почему мы рискуем, почему мы не ищем стабильности, почему мы увольняемся с работ, почему мы берем деньги в кредит, почему мы ездим к новому дистрибьютору за тысячи километров, когда он еще не дает никакого объема. То есть это невозможно понять, потому что они не предприниматели. И естественно, вы должны это знать, что вы естественно встретите сопротивление. И это нормально, и это так и должно быть. Когда вы пойдете искать людей, искать таких же предпринимателей, как вы, знаете одно, из двухсот человек, один это только потенциально готовый предприниматель. Но именно построив организацию из предпринимателей, вы сможете обеспечить себя остаточным доходом. Поэтому любой предприниматель, естественно, в бизнесе сетевого маркетинга мы ищем людей, а в бизнесе традиционном мы ищем деньги. И вот этот поиск людей, поиск денег, он никогда не был легким. Даже для самых великих предпринимателей поиск денег это всегда была проблема. Также для топовых лидеров поиск серьезного человека, поиск лидера, это тоже серьезная работа. Но что происходит с новичками? Они приходят в сетевой маркетинг, и они пока часть того общества, которое идет вот по направлению, в определенном направлении. И что нужно? Нужно приобрести мышление такое, что вы идете против, вы идете противодействуя. И именно предприниматель заставляет этот мир вращаться, он вдохновляет других людей, он придумывает идеи, он разрабатывает продукты. И все, что нас окружает, вот эта доска, вот этот офис, это все создано предпринимателем. И последние 200 лет предприниматели были основной движущей силой общества. Это надо понимать. Предпринимателем быть здорово именно из-за того ощущения свободы, которое это вам дает. Итак, но большинство новичков приходят в бизнес сетевого маркетинга, и для них поиск людей и предпринимательская деятельность – это полностью эмоциональное событие. То есть каждый отказ, каждое разочарование они воспринимают очень болезненно. Вы понимаете, профессионал-бизнесмен никогда не будет эмоционально воспринимать отказ. Ему не дали денег, ему не дали кредит, или человек, которого он приглашал на работу, отказался. То же самое и мы. Нам не нужно эмоционально воспринимать те отказы, которые происходят в нашем бизнесе. А это будет происходить, потому что вы ищете одного из 200, и это нормально. И вы должны двигаться, двигаться, двигаться дальше, не останавливаясь. Поэтому, когда вы мыслите о том, что вы подошли к одному человеку, к второму, и вам сказали, это неинтересно, ты зачем вообще этим занимаешься, это бесперспективно, вы должны пропускать эту информацию мимо ушей. Потому что вы это знаете, что вы ищете единицы. Почему мы боимся отказов? Потому что чаще всего проблема в воспитании в детстве, чем больше ограничений в детстве, не трогай, не бери, положи, не пробуй это. Мы это воспринимали как сигнал сидеть и ничего не делать. Поэтому первое, что нужно сделать, с чем нужно справиться, это перестать эмоционально воспринимать этот бизнес и перестать эмоционально воспринимать отказы, потому что они будут всегда. И независимо от того, что вам скажут окружающие, вы должны быть уверены в том, что вы делаете то, что хотите, и это приведет вас к результату. Это самое главное. Вы не должны позволять окружению украсть свою мечту. Итак, следующий пункт. Всегда концентрируйтесь на результат. Не на тех действиях, которые вам нужно делать. Вам нужно концентрироваться на результат. Вам нужно знать, чего вы хотите добиться, за какой промежуток времени, и действуйте, исходя из этого результата. То есть мотиватором ваших поступков должен быть стимул. Я хочу это сделать, я хочу построить бизнес, я так решил, я это сделаю. Ни в коем случае мышление не должно быть такое, я должен построить бизнес. Потому что позиция «я должен построить бизнес» не мотивирует вас, а она привлекает совершенно другую эмоцию. Не стратегию достижения, а стратегию, соответственно, непроцветания. Потому что вы нуждаетесь, если вы говорите «я должен заработать денег», я должен построить бизнес, я должен проспонсировать этого человека, чтобы мне заработать дополнительные деньги. Не работает модель. Вы должны хотеть сделать бизнес, и вы должны четко стремиться к тому результату. А что делать тогда с технологией достижения? А технология, она может меняться, и вы, естественно, будете пробовать какие-то новые методы, новые фишки, новые технологии для того, чтобы достичь того результата. И иногда эти технологии будут, могут быть вообще нестандартными, да? Но вы двигаетесь к результату. Следующий момент, следующая важная мысль, что многие люди, приходя опять же в бизнес, они начинают работать ради денег, и они говорят «мне нужны деньги, я хочу заработать денег, я начинаю зарабатывать деньги». Акцент, опять же, не на том. И, опять же, еще один маленький секрет, что никогда не работайте ради денег, а концентрируйтесь на улучшении жизни других людей. Потому что все успешные бизнесы, все огромные компании были построены именно на том, что эти люди, эти компании производили продукты, которые улучшали жизнь других людей. И ваша задача – концентрироваться на том, что вы можете улучшить жизнь окружающих людей. Как мы можем в сетевом маркетинге улучшить жизнь других людей? Ну, во-первых, с помощью нашего продукта, продукта сетевой компании, мы можем сделать людей клиентами и дать им качественный продукт, и жизнь их улучшится. Второе, мы можем улучшить жизнь их с помощью бизнес-возможностей, которые мы им предлагаем. Потому что представьте, что именно ваша бизнес-возможность, именно то, что вы рассказали конкретному человеку, может изменить весь ход его жизни. Но как произошло со мной? Однажды, 15 лет назад, я был на презентации, где мой спонсор рассказывал о бизнес-возможности моей компании. И именно эта информация сработала в моем лице. То есть он запустил огромную цепочку событий, рассказав мне о возможности. И он очень сильно улучшил жизнь мою, и, соответственно, через меня огромного количества людей. Поэтому всегда концентрируйтесь на том, чтобы улучшить жизнь других людей. Не на зарабатывании денег. Потому что люди, которые зарабатывают деньги и забывают о том, что надо улучшать жизнь других людей, это взорвавшиеся, запутавшиеся и нищие люди. Поэтому, пожалуйста, концентрируйтесь на улучшении жизни других людей. И знайте, что у вас в руках очень серьезная возможность. Возможность изменить свою жизнь. Вы должны в это верить, вы должны идти с этим чувством, что вы людям помогаете, людям можете дать то, что, наверное, мало кто сегодня может дать и рассказать, как можно построить бизнес без вложений, без традиционных проблем. Поэтому помните, пожалуйста, об этом. И исходя из этого, ваша внутренняя установка, она должна быть не на то, что вы нуждаетесь и вам нужно, вам нужны люди, да, а что в вас нуждаются люди, и вы даете им информацию, и вы с помощью этого улучшаете жизнь, а соответственно, итогом будут деньги, которые вы будете зарабатывать. И мы переходим к следующему секрету. Мышление – это то, что нам нужно увеличивать свою ценность для рынка. То есть нам нужно быть профессионалами, и нам нужно выглядеть профессионально, нам нужно использовать профессиональные инструменты, нам нужно профессионально общаться, нам нужно профессионально продавать, профессионально проводить презентации, для того, чтобы эффективно доносить информацию до других людей. И за счет чего люди захотят к вам присоединиться? Только тогда, когда они увидят, что вы для них ценны, вы несете для них какую-то определенную ценность. То есть вы выгодны для них. Почему вокруг звезд шоу-бизнеса, вокруг телезвезд, вокруг успешных предпринимателей всегда много людей. И люди как бы притягиваются к ним, потому что ассоциация с этими людьми помогает им взять дольку успешности, то есть часть успешности от этого человека. То есть фотография с известным человеком, она с лидером вашей сетевой компании позволяет вам часть его влияния передавать как бы на себя. Поэтому задача увеличивать свою ценность. Станьте профессионалом в своем продукте. Узнайте все о своем продукте. Умейте правильно использовать продукт и учите этому людей. Станьте суперпрофессионалом в этом. Дальше. Изучите возможности сетевого маркетинга. Станьте профи в индустрии. Начните выписывать профессиональные журналы, разбираться во всех тонкостях сетевой индустрии. Изучите маркетинг-план своей компании. И дальше. Что вам нужно делать? Изучите маркетинг. Изучите то, как продвигать себя на рынке. Как сделать так, чтобы огромное количество людей узнали о том, что вы занимаетесь MLM бизнесом. О том, что вы можете и что вы даете возможности. То есть это следующий пункт. Продвигайте свой бизнес. Станьте профессиональным маркетологом. Читайте о маркетинге, копирайтинге, интернет-маркетинге. Обучайтесь интернет-технологиям. Но помните еще одну самую главную вещь, что сетевой маркетинг – это все-таки общение с людьми. Поэтому основной навык, которому вам надо учиться – это коммуникации. Станьте эффективному деловому общению с людьми. По этому поводу написаны десятки книг. Поэтому станьте профессионалом в общении. Итак, от чего же зависит успех в сетевом маркетинге? Он зависит от мышления. И это доказанный факт. Первое. Знайте, что мы с вами отличаемся от всех остальных, потому что мы предприниматели. И поэтому мы не будем искать одобрения у людей. Мы будем вдохновлять людей на то, чтобы они что-то делали и шли за нами. Мы не будем спрашивать о том, что нужно этим заниматься или нет. Мы знаем, что нужно, и мы с этой уверенностью идем к людям. Первое. Не ищите одобрения. Знайте, что вы предприниматель и что вы отличаетесь от остальных. Итак, первое. Вы предприниматель. Вы отличаетесь. Второе. Всегда работайте на результат. Управляйте результатами, а не действиями. И учите свою команду работать на результат. Поставили результат, поверили, что вы это можете сделать. А технология сама придет и сама появится, когда это будет нужно. Третье. Работайте не ради зарабатывания денег, не ради денег, не из позиции нужды, а из позиции изобилия и процветания. Работайте, что вы улучшаете жизнь других людей. Вы человек, который отдает, который делится возможностями. И это самое важное. Это важная лидерская позиция. Четвертое. Увеличивайте свою ценность. Это самый важный, один из важных моментов. Вы должны понимать, что чем больше ценности вы окажете, тем больше денег заработаете. Нельзя, не создавая ценность, зарабатывать деньги. Простой пример. Уборщица в какой-то организации зарабатывает мало. Почему? Потому что уборщиком и уборщицей могут быть много людей. А почему программист зарабатывает 4 тысячи долларов в месяц? Хороший программист. Потому что эту работу могут делать немногие. Почему новичок зарабатывает одни деньги в сетевом маркетинге, а профессионал, топ-лидер совершенно другие? Потому что ценность этого человека и ценность, которую оказывает этот человек на других людей, она намного больше. И пятое. Занимайтесь маркетингом. То есть продвигайте. Продвигайте. Продвигайте себя, продвигайте свой бизнес и всегда рекламируйте свой бизнес. Потому что, ну, вы понимаете, без рекламы не работает ни один бизнес. Продвигайте. 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 Продолжение следует...